Четвёртый стиль. Первая глава, да? Вторая... Нет, четвёртая. Два, четыре, двадцать четыре. Четвёртая глава. Это процесс творения. Итак, вторая песня, четвёртая глава, процесс творения, текст, двадцать четвёртый. Я буду читать то, что увижу. Намастасмай, Бхагаватэ, Васудэ, Вая, Ветасе. Папургьянам, Аям, Саумья. Янмухам, Бурухасавам. Перевод текста. Воплощение Васудэвы. Состоронное Писание. Чистые преданные пьют нектар трансцендентных знаний, стекающих с лотосподобных уст Господа. На этот нектар передаётся только исключительно по цепи ученической преемственности. Иначе невозможно понять внутреннюю суть того, что написано в Ведах. Как говорится, не вина Веды, что кто-то не понимает её. Нужно обратиться к тому, кто понимает смысл Писания, конечный смысл, вывод своих Писаний. И Веды исходят от Верховного Господа, Веданта Крит, Веда Витэва Чахам. То есть из трансцендентного источника обретают различные формы. Также и материальные знания — это тоже одна из форм трансцендентного знания. Единственное, что отличает материальное знание от трансцендентного, материальные знания не связаны с источником, с Личностью Бога. Всё, что не связано с Личностью Бога, уже становится материальным. И всё, что связано с Личностью Бога, уже обретает трансцендентные свойства. Да, включи-ка мне ещё вот эту лампу. Мне трудно увидеть мелкий текст. Раскрывает смысл слова Ведхосе, которое значит «составитель системы трансцендентного знания». Шиладжи Бхагасвами говорит, что в данном стихе Шукаде Бхагасвами выражает почтение Шиладжи Бхагасвами воплощению Васу Девы. Это мнение разделяет и Шиладжи Бхагасвами. Но Шиладжи Бхагасвами идет дальше, говоря, что нектар с уст Господа Кришны переходит к его супругам, благодаря чему они овладевают секретами изящных искусств музыки, танца, выбора украшений и одежд. Словом, учатся всему тому, что услаждает Господа. Искусство музыки, танца и украшения, о которых здесь идет речь, не является мирскими искусствами, поскольку в самом начале своих молитв Шиладжи Бхагасвами называет Господа паратрансцендентным. Это трансцендентное знание неведомо забывчивым обусловленным душам. То есть, настоящее искусство танца берет начало от раса ливы, изначального танца, трансцендентное явление, и оно не познается через материальные какие-то танцы и музыку, не имеет ничего общего с ними. Напоминает лишь форма, так же, как мы имеем форму тела человека, но на самом деле эта форма человеческого тела, физического, не имеет никакого отношения к Душе. Нельзя сравнить. Тем не менее, форма существует в материальном мире, и воспринимается она обычно зрением, посредством освещения. И вот так же, как освещение необходимо, чтобы видеть форму, даже материальную форму, необходим свет, солнечный свет. Так же и, чтобы постичь эти формы, музыки, танца, вот эти трансцендентные формы и их выражение чувств, необходим свет трансцендентного знания. Иначе это сравнивается с темнотой, то, что мы видим обычными глазами, это сравнивается с темнотой. Не прибавляет нам никакого знания, но чем больше мы видим, чем больше мы воспринимаем этот материальный мир, чем больше приобретаем опыта, тем труднее разобраться в этом во всём. То есть это просто тьма. И трансцендентное знание, оно освещает всё вокруг, сразу становится понятно, откуда этот источник, откуда это склонность к украшениям, к одеждам, у человека, вот к этой культуре, к музыке и танцам, к искусствам. Становится ясен смысл, что предназначение этих искусств, это его вкус, его, как бы, желание трансцендентное, танцевать в духовных телах со своими преданными, одеваться в духовные одежды, писать духовные стихи. И вот в Ясадево он записал это всё в ведических писаниях, что остаётся непознанным, если не осветить это трансцендентным знанием гуру Парампоры. Силав Ясадева, воплощение Господа, составило ведические писания таким образом, чтобы обусловленная душа могла вспомнить о своих вечных взаимоотношениях с Господом. Поэтому в ведические писания нектар, переданный Господом своим супругам во время супружеских игр, следует постигать, услышав их из лотосных уст Ясадевы или Шукадевы. Постепенно углубляя свои познания в трансцендентной науке, можно проникнуть в тайны трансцендентного искусства, музыки и танца, которые Господь демонстрирует в раса лилия. Но без ведического знания едва ли возможно постичь трансцендентную природу музыки и танца раса Господа. Чисти и преданные Господа одинаково наслаждаются нектаром глубокой философской беседы и поцелуем Господа во время танца раса, поскольку с духовной точки зрения между ними нет никакой разницы. То есть, трансцендентная философия, трансцендентная форма, трансцендентные слова, то есть, между ними нет разницы, и трансцендентное действие разницы нет. То есть, таким образом, изучая трансцендентную философию, мы посредством этой философии и умиротворения ума мы можем почувствовать взаимоотношение с Богом. Уже даже когда мы пытаемся понять отличие материи и Духа, уже начинается мир новых ощущений в нашем сердце, уме и эмоциях. Мир новых ощущений, нового восприятия мира. Даже просто когда мы пытаемся отделить материю и Дух собственным опытом, практикуя Харе Кришна Махамантру, то есть Бхакти, Йогу, принимая Кришна Прасад, читая Симадбхагаватам философию или игры Кришны, то есть любые темы, убийство демонов, неважно, все это постепенно пробуждает наши взаимоотношения естественным образом, потому что все это духовно. То есть преданное служение очень трудно определить в какую-то формулу. Как говорят Ачарьи, что, например, Шукадева Госвами, он достиг совершенства, пересказывая Симадбхагаватам, а Махараджа Парикшит, слушая Симадбхагаватам, достиг того же совершенства. Но Арджуна, он дружил с Господом, так достиг совершенства. Кто-то может через служение, через поклонение достичь того же совершенства, а Барри Махарадж просто все отдал, что у него было, и достиг такого же совершенства. После этих примеров, как сформулировать в какую-то одну формулу, что такое преданное служение? Форм может быть очень много, а сама суть, видите, она на самом деле не определена. Она трансцендентна. С другой стороны, кто-то может внешне делать такие вещи, слушать, говорить, думать, но не достигать никакого совершенства, потому что там нет преданного служения. Вот такие примеры дают Ачарии. Очень трудно сформулировать, что это такое. Но есть различные формы преданного служения. Их вот девять обычно описывается. И оттенков может быть бесконечное множество, потому что мы одновременно можем и служить, и слушать, и воспевать, и дружески относиться к Господу, и предлагать ему свою жизнь. То есть всякие эти элементы, они могут сочетаться, смешиваться один с другим очень гармонично. Очень гармонично и естественно. То есть между ними, собственно, разницы никакой нет. Все это, все эти девять процессов — это порыв души. Один и тот же порыв души преданного служения. И также мы видим, что преданное служение в этом контексте, в нашем комментарии, оно может выражаться через того, что человек украшает себя, одевается хорошо, но это связано со вкусами Верховной Личности Бога. Сегодня люди одеваются в соответствии со своими вкусами, но здесь есть вот ведическая культура, описывается, которая тоже, она безгранично разнообразна, и тем не менее, она ведическая, связанная со вкусами Господа. Она имеет безмерную глубину, эта культура, и разнообразие. Ну вот, несколько слов по комментарию, пожалуйста, будут ли у нас сегодня вопросы. Спасибо большое. Преданное, пожалуйста, поднимайте руки. По поднятой руке, как обычно, у Довокинана на пробу первый, а затем читание брия. Пожалуйста. Спасибо. У меня вопрос про страх, Дмитрий Мухарадж. Помните, что Прабхупада говорил, что Ваша проблема, что Вы не боитесь, а я боюсь материю. Могли бы Вы описать, что вот этот страх для преданного, что значит бояться материю, как это должно, если мы вот ее не боимся, я готовы там рискнуть? Ну, в контексте, скажем, этого комментария, человек должен бояться, быть неодетым. Например, здесь есть шла об одежде, украшениях, о танцах. Есть неприличные одежды, есть ведические одежды, есть неприличные танцы и песни, а есть ведические. И вот нужно бояться быть раздетым, допустим, на людях. Разве нет такого ощущения совести у каждого? Есть же такой страх. Естественным образом. Вот так же мы должны бояться майи. И чтобы защищенную от майи, мы следуем в видической культуре, следуем сада на бхакти. Вот так мы умиротворяем свой ум, избавляемся от страхов. Так же можно сказать, с другой стороны, можно не бояться аппарат, например, оскорблений, можно не бояться гневаться, вступать в конфликты. Но аппарат говорит, я боюсь таких вещей, что тут приходит забвение Кришны. Бояться нарушать принципы. Это значит бояться майи. Даже плохо думать опасно. На каком-то уровне. Это опасно. Да, пожалуйста, еще вопрос. Харе Кришна, дорогой Гуру Махараш, примите, пожалуйста, мои поклоны. Мы знаем, что Кришна — талант в человеке, но иногда люди обладают невероятным талантом, но не имеют духовных качеств. И на начальном этапе очень тяжело отличить удовольствие от Киртана, например, просто талантливого человека, от духовных эмоций, от соприкосновения с духовной энергией, возвышенного преданного. Как нам их отличить и не запутаться, привязываясь не к тем людям или эмоциям? И как в своем творчестве не впасть в Сахаджи, приписывая эмоции от самого творчества духовному росту? Тут важно трансформировать материальное сознание в духовное сознание. Если даже вы видите, что человек неквалифицирован, но он воспевает святые имена, еще с материальными качествами, все же вы можете трансформировать это в своем сознании, осознавать, что он воспевает имена Кришны, и Кришна слышит его, принимает его попытки. Вы можете это трансформировать. Это лучше, чем просто критиковать человека за его несовершенство. И вот это искусство трансформации или через самоосознание мы можем это трансформировать. И другой момент, мы можем ждать, когда придет какая-то совершенная Личность и даст мне чистое имя. Ждать, ждать будем. И можем не распознать эти вещи, если мы не трансформируем сами. Не принимаем это. Рассматриваем через материальные оценки. Но лучше глядеть на материальный мир и трансформировать его в духовный, осознавая, что это энергии Бога, например. И люди тоже — это те души, которые предназначены для самоосознания и даже их неумелые попытки. Можно трансформировать. Можно возвысить. Не знаю, как я ответил на вопрос. А как самим в сахаджиев не впасть? То есть… Да, не впадай в сахаджиев, да. Следуй садане. Сахаджиев — это тот, кто отказывается от саданы. Он считает, что это уже пройденный этап, и пора уже погрузиться в премию или в пхаву. Это только для неофитов. Он к этому пренебрежительно может относиться, к Бхагавадгите. Это слишком простая наука. Там нет раса, раса, татвы. Он так будет думать. Это незначительное произведение. Вот это сахаджиев уже. Если у тебя хорошая садана, ты не впадёшь в сахаджиев по-настоящему никогда. Пожалуйста, пожалуйста, руки есть. Пожалуйста, Данакели Матаджи, далее Вишва Палака и Барати. Придлично. Примите, пожалуйста, мои поклоны, Гурмухараджи, дорогие преданные. Гурмухараджи, Вы только что вернулись из Дхамы. Мне так хочется соприкоснуться с этой духовной энергией. И, может быть, Вы поделитесь, как своим творчеством порадовали Вас Ваши ученики в Дхаме? Творчеством? Харинама, Санкиртана, Парикрамы. Ну и, конечно, был концерт, два дня. Так что была очень насыщенная программа, много было творчества. А что тут рассказать? Нужно видеть. Это нужно было увидеть и услышать. Возможно, и записи можете посмотреть. Вопросы давайте. Шопалака, пожалуйста, затем Матаджи Барати. Харинама, дорогой Гурмухараджи, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны, слава Шри Попаде. Я заметил такой момент, что человеческая жизнь это акт творчества. И как только ты как-то начинаешь жить механистично, все происходит, вот это, переставим бояться майя, критика в уме какая-то происходит, всякое такое. Но вот, когда ты творчески подходишь сознательно к жизни, то все обретает смысл. Но вместе с этим к этому не привыкаешь, и оно не становится чем-то обыденным. Например, джапа, или книги, или утренний подъем. Всегда надо творчески как-то подходить к этому процессу, чтобы просыпаться и быть бодрством, ну, как бы активно повторять или активно читать, пропуская это через себя. Дорогой Гурмухарадж, человеческая форма жизни, она предназначена для творчества, и как каждому проводить в себе свой личный творческий потенциал, чтобы следовать дорогам жизни и следовать садане. Что такое творчество для человека, как для формы жизни? Спасибо вам большое. Творчество — это карма, йога, деятельность сознания Кришны, если говорить языком йоги. То есть это преданное служение. Оно, естественно, несет в себе эти элементы творчества, спонтанности, новизны. Это природа преданного служения. А в материальном мире творчество основано на умственных измышлениях. Они придумывают какие-то новые формы, новые технологии, извлекают какие-то новые звуки. Электронные звуки придумали, например. Какие-то еще новые инструменты придумывают. Придумывают новые стили постоянно творчества. Наверное, главный это их успех заключается — быть основателем какого-то нового стиля в искусстве. Это ментальное творчество. Надуманное несколько. Или сентиментальное, так скажем, точнее, связанное с чувствами. Ну, если говорить дальше, почему это происходит, потому что распространяется вот эта вот карма, и она является как бы источником этого творения материального выражения чувств и прочих вещей. Все эти творческие вещи, они более-менее сентиментальные, не духовные. Это от ума. Этого нужно остерегаться, чтобы не придумывать какие-то вещи, которые не описываются в шастрах, допустим, или противоречат шастрам. Именно вот в сознании Кришны, крия-шакти, да, творчество. Оно проявится спонтанно, без надумывания. Естественным образом, как уже в гуне благости люди становятся естественными, простыми, они не принимают каких-то своих искусственных форм, не выдумывают себе новых одежд, причесок, каких-то подражаний. Уже этого нет в саду-гуне. И все их творчество, это их радость, преданное во служение в сердце, которое выражается постоянно в каких-то словах, в отношениях, в юморе, потому что есть эта радость, есть присутствие знания, пребывание, духовных реализаций, новизна. Поэтому всегда есть хорошее общение, всегда что-то новое происходит, и творческое. Как бы это, ну, побочный продукт преданного служения. Хорошо. Еще вопросы? Курмухараджа, в процессе вашего ответа прям, чем выше уровень сознания у человека, тем более он творчество и деятельность. Вот, в сознании Кришны, в том, что в данном прабхупаде есть и танцы, и мы поем, и играем на инструментах, и скульптура, и живопись, стихи. то есть, чем выше сознание, чем ближе оно к Богу, тем более это все божественным становится, тем ниже, тем более оно приземленное, на телесном уровне. Я правильно понял вас? Да, это зависит от сознания человека, на каком уровне он будет действовать. У меня такой еще вопрос, а отношения между людьми и отношения преданного с Богом, это тоже творческий акт, статвами непостижимыми, преданными в творческом порыве? Ну, это просто, это не танец, ни картина, ни скульптура, ни что из этого, но просто какая-то работа сознания, прилаживание усилий, это творческая потенция, и как это работает? Спасибо вам. Все является как бы искусством в сознании Кришны, искусством менеджмента, это тоже трансцендентное искусство, боевые искусства, это тоже искусство, Арджуна владел боевыми искусствами, тоже искусство. Философия познания, тонкое познание, философское, мира аналитическое, это тоже искусство. Все в духовном мире, оно становится как бы естественным, ну как, творческим, или поэтичным, это одно из качеств преданного, поэтичность тоже имеет место быть всегда. это не только, ну, искусство в нашем понимании сегодня, да, такое как вот музыка, живопись, скульптура, считается искусством, и театр. но жизнь, это тоже искусство, искусство жизни, это тоже искусство. искусство взаимоотношений, даже в семье, это тоже искусство, уметь жить, уметь общаться, уметь понимать друг друга, это тоже искусство. То есть, с духовной точки зрения, это все очень красиво должно быть. На высоком уровне культуры все должно быть. Можно увидеть какие-то регионы Индии, ну, которые вот хранят свои традиции в большей степени, там, конечно, все изысканно, все стороны жизни очень красивые. Там много красоты, много искусства во всем. во всем. Самое красивое, конечно, это имя Бога является вершиной красоты, совершенства, это вершина. Все к этому сводится. И именно из святых имен, вот воспевания, вот все эти мелодии сходят, стили танца, вот все формы, духовные и так далее. оттуда все исходит. Так мы вот этот ориентир, это самое важное для нас, это воспевание святых имен, это главный ориентир. Благодарю, я верно вас понял, что жизнь преданного это искусство быть духовно счастливым человеком. Да, можно так сказать. Можно так сказать, можно. Спасибо большое. Спасибо большое. Пожалуйста, вопрос у вас далее по руке. У нас Вараджа Лила давно тянет руку, затем Кришна Прея Радха, Лила Гавинда. Ари Кришна, дорогой Грумхарадж, дорогие преданные. Грумхарадж, вы немножко затронули тему его вопроса, но я все-таки его озвучу. Я назвала его о творчестве в медитации. Я начала читать книгу Шачинадду Махараджи «Гайдри мантры», и эта книга запустила процесс размышления над этим вопросом. Он говорит о том, что важно медитировать на образ божества, который представляет Гайдри. Или, например, есть молитва, где нужно медитировать на конкретный образ, или, например, на образ на Вадви под хамы. И я поняла, что делаю это немного с опаской, потому что боюсь, что моя медитация будет порождением моего материального ума, как я себе, например, представляю его с подочитанием. И боюсь что-то придумать, что не соответствует действительности. Можно, даже если образ записывает, можно его у меня по-своему нарисовать. И вот вопрос, насколько можно проявлять творчество в этой медитации, в этом процессе, представлять какой-то конкретный образ. А, например, медитируя на Вадви под хаму, я представляю современный Майпур, то есть места, где я была. Правильно ли это медитация? Что вообще значит медитировать на образ? Спасибо. Ты правильно понимаешь, чувствуешь правильно. Не усложняй медитацию. Это очень сложно, то, о чем ты сейчас сказала. Это для таких уже душ, знаете, которые имеют трансцендентный опыт введения на Вадвипы, например, или божеств определенных. Уже как бы имеют такой трансцендентный опыт и могут его воспроизвести у себя в сердце. Эту память имеют. могут вызвать в сердце, вспомнить Господа. Сейчас мы должны очень простые формы медитации практиковать, твердо. Я не рекомендую такие сложные медитации заниматься сегодня, потому что это опасно тем, что может вызвать какие-то измышления ума. Примеси могут быть такие. Это может быть не совсем авторитетно. Если ты под руководством это делаешь, например, если Шачанад Махарадж проводит такие ретриты и там проводит такие медитации коллективные согласно Писаниям, как правильно медитировать, как ты выходишь во врач. Да, ты идешь куда? В храм, где божественная чита. Ты идешь навстречу к ним, но ты идешь через Емуну, ты очищаешься там, ты медитируешь на эти воды Емуны, на описание прекрасных лотосов окружения вот этой трансцендентной обители. Затем ты идешь дальше, есть такие вот тропы по местам Вриндавана, которые также описаны. Ты можешь это воспроизвести в уме или слышать, как проводник тебя ведет по этому описанию. И там ты видишь прекрасный храм или кунжу, где стоит драгоценный трон. Тоже подробно описывается этот трон. Вот тоже в уме воссоздаешь все это, эмоционально воспринимаешь, чувствуешь вот по звуке флейты, музыки, такое сопровождение медитации. И там всегда божественная чита вот таким образом. Ищенный уже этой парикрамой, приняв оформление в Емуне, ты приходишь к этой божественной чите и теперь ты должен сосредоточиться на самом главном в своей жизни. Зачем же ты пришел сюда и что же ты хочешь, какое благословение получить. Вот такие медитации, когда проводил Шачанан Махарадж. По описаниям вето он брал какой-то материал, может быть, Рупага с вами, может быть, еще кого-то. И вот помогал предным, которые не знали, как жить дальше, например, как выйти из затруднительной ситуации. Вот он так приводил их к божествам, где они получали какое-то благословение и осознавали, что же на самом деле важно в их жизни. Вот. И снова их практика укреплялась духовная. Нам же сейчас важно, чтобы наша садана была твердой, была твердой. В этом как бы наша суть. Мы садана-бхакты. И иногда можно вот под хорошим руководством, скажем, вот такой экскурс иногда такой пройти по святым местам, паломничество пустится ментальное, но без каких-то лишних умственных измышлений. Так что, что касается гайетрии, мантры, много воображать не нужно. Не нужно. Ну, правопадовый, в любом случае, не говорил о таких сложных вещах никогда. Но если есть опытный проводник, можете, да, поучаствовать в такой медитации. Верон Хадж, можно уточнить? То есть, во время повторения гайетрии, например, я просто медитирую на слова, да, слова гайетрии. Ну, там же написано смысл, да, перевод этих мантры написан. Вот ты медитируешь и все, не надо ничего придумывать. Хорошо. Спасибо большое. Верон Хадж, господин Махарач, дорогие преданные, дайте, пожалуйста, поклоны. Горь, господин Махарач, вот, получала опыт служения, когда сошлись, ну, как сказать, все звезды. То есть, да, преданные дали служение. моя природа в этот момент максимально была задействована и был максимальный энтузиазм. И вот в этом состоянии хочется находиться без перерыва, то есть, потому что оно, потому что я чувствую себя максимально эффективной и счастливой в этот момент. и чувствую, что через меня идет такая энергия, с помощью которой можно очень много чего сделать. Но это, такое служение заканчивается, и потом начинается иногда рутина, которая, с которой тяжело справиться. Скажите, пожалуйста, вот откуда служение, не идет ли оно, может быть, от желания наслаждаться? И если, например, это желание правильное, то как чтобы одно служение исполнялось как утвердиться в преданном служении в сознании Кришны? Ну, ты это уже делаешь, однако, да, вот эта склонность наслаждаться побуждает тебя задать этот вопрос, как быть всегда в этом состоянии трансцендентном, приятном, когда есть бодрость, ясность, радость, вот счастье ты испытываешь. То есть, ты думаешь о своем счастье, безусловно, когда спрашиваешь об этом. Нужно понять, что это милость. Это не наше состояние, естественно, и сейчас, сейчас мы еще обусловлены. Вот, и реальность нам Майя показывает, да, что на самом деле реальность материальна внутри нас еще есть. анардхи есть, материальные качества есть, различные склонности есть. И вот, мы идем путем самоосознания, должны быть готовы, готовы, да, бороться за сознание Кришны, за ту милость, которую Кришна проливает на нас. Проявить свое искреннее желание нужно. только таким путем можно преодолеть Майю, развив искреннее желание служить Кришне. Служить Кришне, не просто быть в блаженстве, а служить Кришне именно. Это развивается постепенно. Когда человек достигает преданного служения, как такового, чистого, ему не важно, наслаждается он сам или не наслаждается, он вообще на это внимание не обратит. Он не думает об этом. даже когда Аджуна жалел своих родственников, не желая вступить в битву, это расценивается как желание наслаждаться. Он думал о чувственных наслаждениях. Будем ли мы счастливы таким путем, он думал. Подобный вопрос он задавал. Будем ли мы? Мы же не будем так счастливы. Мы должны быть счастливы. Отказаться нужно от битвы. Но Кришна говорит, это битва, это яги, это преданное служение. Когда ты будешь пускать стрелы и также получать ранения, это будет преданное служение. Это не принесет тебе какого-то счастья, может быть, когда ты будешь убивать пхишму, дрону, но ты выполнишь свой высший долг, который я хочу от тебя. Вот Бхагавадгита описывает прямо эту вещь. Что мы делаем это не для себя, мы делаем это для Кришны, мы учимся этому. Как же служить Кришне? И преданное служение настолько духовно трансцендентно, что преданному на том уровне, на духовном, все равно, где он находится, в аду или в раю вообще. Как говорит Хануман, говорит, я отвергаю освобождение, которое может освободить от всех страданий и перерождений, дает свободу, но при этом я теряю понимание, кто Господин и чей я слуга. Мне не нужно такое освобождение, он говорит. там, конечно, все прекрасно, но где Господин? Я слуга, я должен видеть, что я слуга, и я должен видеть Господина, вот, что я хочу, а не освободиться. То есть преданное служение выше освобождения, выше счастья, несчастья, вот, вот, вот куда мы идем с вами. продолжить вопрос при иерархии в том контексте, как вы ответили, все-таки Кришна же сам Арджуни сказал, что нужно делать, понимая, что у него желание не сражаться, оно сродни освобождению. А как обычным преданным все-таки различать, тем, ли путем они идут в своем преданном служении, опираться только лишь на волю старших, как этот процесс, вот он внутренний и внешний с этого сон, что это для Кришны. Да, нужно находиться в обществе ващнавов, вот и все, тут не запутайтесь, в обществе преданных и саддана. Конечно, есть разные преданные, я понимаю, но хотя бы те преданные, которые любят саддану, общаетесь близко с ними, тут вы не запутаетесь точно. Если вы общаетесь с преданными, которые не любят саддану, не исследуют саддане, то, конечно, вы запутаетесь. Саддана это начало нашей жизни духовной, платформа, без нее не может быть вообще никакой платформы духовной. Саддана бхакти. Поэтому общайтесь с преданными, если вы хотите прояснить свои сердца, свой разум иметь ясный, то для этого вы должны общаться с теми, кто имеет хорошую саддану. Они, может быть, фанатичные выглядят, тем не менее именно к ним мы придем, когда у нас трудности. Именно к этим преданным. спасибо. Пожалуйста, вопросы. Матаджилила Говинда, Навина Рупа. Парижа, Дорогой Мухарадж, дорогие преданные, примите пожалуйста мои поклоны. Дорогой Мухарадж, вы уже практически сейчас в этом ответе сказали все, что я хотела услышать, может быть, не все, но вот мой вопрос такой по последнему абзацу, комментарии Шрива Каппада и вы сказали о том, что познавать мир новых ощущений с Кришной и вот достаточно ли того, что мы получаем этот нектар в цикле ученической преемственности в трансцендентное знание или все-таки больше это милости по Господу, милости по Рампуле. Как здесь от чего зависит? Да, мы в принципе стараемся все, хотим вот этих новых ощущений. Я думаю, каждый там желает встречи. А вот в чем здесь? Мы получаем бхакти подцепью и чинической преемственности в форме семени, которую мы должны сами взрастить. Это будет наша бхакти, наша индивидуальная должна проявиться, раскрыться наша индивидуальность. Поэтому мы взращиваем это семя бхакти. Оттуда истекают все эти формы творчества, энтузиазма, радости, понятия красоты, понятия, что такое знание, что такое невежество. Вот из этого взращивания все проявится. Это плоды, различные плоды бхакти. Она дает все плоды кармы, гьяны, йоги и еще такой плод, которого нет вообще в материальном мире. Поэтому наша задача взращивать вот это семя преданного служения. Мы уже его получили, то есть у нас есть сада на бхакти, мы уже трудимся над этим. Важно не забывать об этом ростке, не отвлекаться на анартии, которые прорастают тоже рядом. Для самообороны анартия нужна какая-то, нет? Ложная гордость все-таки должна же быть какая-то, чувство собственного достоинства, чтобы постоять за себя. Эту анартию мы тоже не сразу выдергиваем. Может быть жадность тоже нужна, иначе у меня ничего не останется. Все вот так вот растранжирую, раздам и все потеряю. То есть вот эти анартии они тоже прорастают, эти вот ростки прорастают на этой почве, они иногда кажутся ценными. Мы боимся расстаться с ними. Но взращивать бахтии означает, что постепенно расставаться с этими анартихами тоже нужно будет. И тогда в этом случае действительно плоды бахтии они бесценны. Если даже те враги Господа думают о нем непрерывно, как камса получают освобождение, что же получают тогда его чистые преданные? Какие плоды приходят к ним? В одиннадцатой песне Кришна Удави говорит, что все плоды всех йог приходят через преданное служение, но гораздо больше. Все совершенства любые. Но нужно взрастить, потому что очень много сил отнимают растущие анартии. Бахтии не получают должного питания, чтобы расти быстро, если не пропалывать его. Пример с растением это пример Господа читаний. Он абсолютно точный. Если вы выращивали что-то на грядках, вы знаете, что если не пропалывать, то недостаточно сильная культура вырастет, конечно же. Нужно культивировать фруктовые деревья, или это овощи, неважно, что-то, цветы. Их нужно культивировать, нужно оберегать от других каких-то растений, от животных, в тех местах, где не вытопчут. Мы внимательно следим за этим, видите. И также семя бхакти, когда прорастает, тоже нужно очень внимательно оберегать, избегая оскорблений и так далее. Вот таким путем мы обретаем все сокровища. Для служения Кришне нам нужны много сокровищ. нужны богатства, какие-то энергии, чтобы служить Кришне, нам нужен материал. Ну и соответственно нашим искренним желаниям Кришна будет давать нам тот самый материал через бхакти, через преданное служение. Будет приходить само по себе, не с неба свалиться, а само по себе. Это придет. Спасибо огромное. Спасибо большое за вдохновение. И я еще буквально поделюсь, поскольку тема у нас сегодня творчество, творческое служение. И вот я помню, когда много лет в проекте сейчас участвую, мне в какое-то время показалось проект как-то немножко скучным, тормозящим. и я тогда услышала ваш ответ. Вы сказали включай творчество. Вот поэтому сейчас подтверждение того, что вы сказали наши темы, что действительно творчество, оно приходит по цепи ученической преемности, в частности от вас. Спасибо большое вам, Харе Кришне, мои подваны. Спасибо. Харе Кришне, дорогой группа Раджи, приняйте пожалуйста мои смиренные поклоны. Мне близка эта тема творчества, я имею служение с детьми, мы регулярно ставим спектакли. У меня вот такой вопрос, когда дети маленькие, они легко Лилы Кришны играют, каждый год мы спектакли ставим праздники регулярные у нас, но когда они подрастают, им уже не так интересно становится и хочется им тоже что-то включить и какой-то юмор и вот чтобы как-то их жизнь тоже была задействована и вот когда со взрослыми тоже преданными какие-то творческие моменты бывают и вот у меня такой вопрос как бы я слышала что Лилы Господа их как бы не стоит показывать но так фривольно какой-то юмор чтобы был но вот одновременно с этим мы все равно что-то вносим вот особенно вопрос с подрастающими детьми как вот это правильно понимать как задействовать чтобы можно было юмор включать и какие-то элементы вот своего творчества чтобы это было не материальное а духовное вот какие-то может вы наставления дадите как не терять вот этот курс чтобы Кришна был в центре чтобы он проявлялся потому что например когда ставим какие-то спектакли мерские например к Новому году вот и включаем туда Кришну у меня вот все равно какое-то неудовлетворение остается не такое счастье когда мы на празднике например делаем спасибо нужно изучать эти игры изучать эмоции в этих играх что испытывают окружающие Кришну пастушки или гопи или старшие вторенные лили театры это то что то способ когда можем почувствовать эту лилу почувствовать дать возможность эмоционально прочувствовать эту лилу должно быть так сыграно для этого нужно разобраться и там много юмора много всяких рас в этих постановках может быть там есть раса любви дружбы игра радость веселье шутки Кришна постоянно шутит и его общение с пастушками сопровождается взрывами хохота описывается постоянно имеется ввиду что мы не должны смеяться над Кришной как над каким-то комическим образом он не комический образ это верховная личность Бога но тем не менее юмор в постановках присутствует вот с этим нужно быть осторожным то есть не так что Кришна выходит на сцену и все смеются потому что как он нелепо одет это оскорбительно будет нет Кришна должен быть красив как он должен быть и там есть свой юмор вот это нужно изучать о чем мы говорим нужно советоваться со старшими преданными вот скажем читать какую-то постановку мы хотим поставить вот такую постановку мы ее читаем вместе обсуждаем эти эмоции пытаемся разобрать вместе со старшими что чувствует здесь Кришна что чувствует Дхарани что чувствуют другие как это выразить какой юмор нужно работать над этим материала много и смеха там тоже очень много однажды гопи повесили за шику Матумангала на дерево вообще знаете не только это там много интересных шуток что когда Кришна говорит вот да я тут царь враджа и царь гакулы и царь того царь другого и моя значит невеста это царица вриндавана имею ввиду радхарани аллита спрашивает радхарани это правда что ты его царица радхарани говорит я впервые вижу этого черного парня вообще это тоже описывается сейчас я может быть не точно вспомнил но момент такой есть где радхарани говорит на людях так я впервые вижу этого черного парня не знаю вообще это смешно потому что мы это знаем что это тайны игры радхи и кришны то есть на самом деле там вечная трансцендентная према между ними тем не менее вот раса так преображается на людях где-то в их играх что как будто бы они не знают друг друга или отвергают или критикуют друг друга это много интересных всяких событий надо изучать это надо изучать а можно я уточню это значит вместе с актерами вот объяснять им да вот эти эмоции обязательно обязательно нужно объяснять да все эти эмоции они должны знать что они играют вообще не выдумывать ничего то есть лучше все-таки вот которые есть лилы да их ну как бы изучать и ставить чем что-то вот придумывать ну по-другому любят жить если вы придумываете какие-то игры сами вы зайдете в тупик обязательно вот то как раз о чем ты говоришь что-то что-то тот или иной талант в вашей жизни, в вашей жизни, в вашей жизни Кришна проявлялся? Никогда об этом не думал. Это просто происходит и естественно. Мне хочется увидеть Кришну, скажем, вот как я его чувствую, я его изображаю, потому что я, ну, как-то умею это делать. Только по этой причине. Просто я люблю изображать, я учился этому, поэтому я это и делаю. Таким путем. Другой человек, он видит через звуки, музыки, скажем, там вот есть такие у нас киртани, очень прославленные, которые изучают раги, очень сложные, вот они целыми днями там, они могут воспевать, изучать эти раги, с Хари Кришна мантры. Они видят Кришну там, что у них это получается, они это умеют делать, они естественно это делают, они не думают, дай-ка я сейчас начну вот смотреть на Кришну через звук. Нет, никто так не думает. Просто вы что-то умеете делать для Кришны, вы это делаете, видите Кришну, вот и все. Неважно, на каком уровне ваше творчество, важно ваше желание. Спасибо большое, дорогой Игорь Махарадж. Вы непростую тему взяли сегодня. Спасибо за сокровенные ответы. Будем учиться, еще более глубоко задавать вопросы. Так, все, да? Наши вопросы на сегодня закончены. Время наше истекло. Да, мы остаемся. Хорошо. Я ухожу от вас. Хари Кришна. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.